Карачаево-Черкесия по-прежнему остается центром притяжения туристов со всей России не только. По итогам мониторинга Министерства туризма и курортов Республики за три летних месяца 2022 года наш регион посетила более 350 тысяч гостей, что на 55% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Такой рост наблюдается благодаря развитию инвестиционных проектов, строительству новых объектов и работе по продвижению туристической привлекательности региона. Так, всесезонный туристко-рекреационный комплекс «Архыс» за летний сезон посетили 74 тысячи человек. Курорт «Домбай» – 153 тысячи туристов, а туристический комплекс «Медовые водопады» – 130 тысяч экскурсантов. На значительный рост турпотока оказали влияние несколько факторов. Это и нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», позволивший сделать путешествия по стране доступнее и комфортнее, и сложившаяся внешнеполитическая ситуация, которая дала дополнительный импульс для популяризации внутрироссийских направлений в целом. Немаловажно, что курорты становятся все комфортнее для посетителей и предлагают все больший спектр услуг для любителей разного вида отдыха. К тому же в год празднования вековой истории государственности Карачаева-Черкесии в регионе проводилось большое количество знаковых мероприятий, которые, безусловно, привлекли еще больше туристов в наш гостеприимный регион. Более подробно о том, каким выдался летний туристический сезон 2022 для Карачаева-Черкесии, и не только, мы поговорили с первым заместителем министра туризма и курортов республики Артемом Овчинниковым. Здравствуйте, Артем Александрович! В конце сентября отмечался Всемирный день туризма. Хотелось бы узнать, как Карачаева-Черкесия отметила данную дату и какую роль, собственно, сыграло министерство. В рамках празднования Всемирного дня туризма, Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской республики была организована фотовыставка ЛИК родной республики. Одноименный конкурс прошел ранее среди жителей региона, то есть наши жители присылали свои работы, присылали свои какие-то фотографии. Выставка прошла в очень достаточно популярном месте, посещаемом это в парке культуры отдыха Зеленого острова города Черкеска. Там была развернута большая экспозиция, на которой были изображены наши туристические достопримечательности, наши какие-то красоты, горы, реки. Также Министерством туризма и курортов была организована поездка детей с ограниченными возможностями здоровья в Тибердинский национальный парк. Еще хочу сказать, этот год главой Карачаево-Черкесской республики Рашид Борисовичем Тимрезовым объявлен как год людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы вывезли таких особенных деток в Тибердинский национальный парк, где показали им визит-центр, показали им вольеры с животными. Всем все понравилось, дети были в восторге. В рамках разного дня туризма основные мероприятия у нас были вот такие вот. Осень, самое время подводить итоги. Хотелось бы узнать, каким выдался летний туристический сезон для Карачаева-Черкесии. За три летних месяца Карачаево-Черкесская республика приняла порядка 350 тысяч туристов. Основными и самыми популярными направлениями также остаются это ВТРК Архиз, ВТРК Тиберда-Дамбай, также Тибердинский национальный парк. Еще одним из популярных направлений это туристический кластер Медового водопада и Экстрим парк. По состоянию за 9 месяцев текущего года Карачаево-Черкесская республика приняла уже порядка 1 миллиона 350 туристов. Но мы на этом не останавливаемся. Впереди открытие зимнего сезона, впереди большое количество наплыва людей. Планируем принять порядка 1,9 миллиона туристов в этом году. Хотелось бы узнать, какие меры поддержки сегодня оказываются предпринимателям, задействованные в сфере туризма, в том числе и грантовая поддержка от правительства. В текущем году в рамках федерального проекта развития туристской инфраструктуры, входящего в состав национального проекта «Туризм. Индустрия гостеприимства» реализуются ряд мероприятий по грантовой поддержке индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Грантовая поддержка осуществляется по нескольким направлениям. Это поддержка общественных инициатив создания модульных средств размещения, это кемпинги и автокемпинги. Поддержка общественных инициатив направлена на развитие туристской инфраструктуры, это создание развития пляжей, создание развития национальных туристических маршрутов, их обустройства. Также есть поддержка направлена на приобретение туристского оборудования, организация круглогодичного функционирования и расширения доступности плавательных бассейнов, разработка новых туристических маршрутов, включая зоны отдыха, создание электронных путеводителей и реализация проектов на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Общая сумма субсидий, предоставленная в 2022 году на поддержку развития туризма, составит 345,5 миллионов рублей. Общее количество поддержанных инициатив, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которым будет оказана грантовая поддержка в 2022 году, составит не менее 72 проектов. Это достаточно большое количество проектов для нашей республики. В свою очередь будет создано около 150 новых рабочих мест. То есть люди найдут свою работу, что-то будет усовершенствовано, что-то будет сделано новое. В общем, двигаемся в этом направлении, в модернизации туризма. Среди представленных проектов запомнился ли вам какой-то, может быть, особенно? Среди проектов, которые получили грантовую поддержку предпринимательских инициатив, впервые в поселке Дамбай будет создан туристко-информационный центр, так называемый ТИЦ. Данный туристко-информационный центр будет в себе содержать информацию для туристов о актуальных экскурсиях, об актуальных достопримечательностях, куда можно сходить, с кем можно работать. Что-то этого сделано для помощи туристам. Совсем недавно был подписан закон, который обнуляет ставку НДС для средств размещения. Хотелось бы узнать, как этот закон реализуется в нашей республике и все ли попадают под его действия или есть какие-то исключения? Да, мера по налоговым льготам для гостиничного бизнеса была включена в закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке российской экономики, подписанной президентом Российской Федерации 26 марта текущего года. В сегодняшних условиях это крайне важная мера поддержки. Благодаря такому решению ставка обнуляется как для новых объектов или прошедших реновацию, так и для существующих гостиничных объектов. Следует отметить, что нулевая ставка НДС будет действовать 5 лет. То есть гостиницы, которые уже ввелись в эксплуатацию или которые уже прошли реновацию, и даже те гостиницы, которые уже работают, освобождаются от уплаты НДС на ближайшие 5 лет до 2027 года. В официальном телеграм-канале Министерства появилась информация о том, что туристический потенциал нашего региона был презентован странам Ближнего Востока. Вот хотелось бы узнать, какая работа будет вестись министерством в данном направлении. Да, все верно. Сегодня мы можем говорить, что туристический рынок Карачао-Черкесской республики может выйти на тур-рынок Ближнего Востока. Мы презентовали тур-потенциал нашей республике 40 крупнейшим туристическим компаниям из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Саудовская Аравия. На полях международной конференции, организованной в рамках глобального тур-проекта «Кавказ Гранд Туризма». По итогам презентации, проставщики тур-услуг стран Персидского залива и представители ведомств субъектов Северо-Кавказского федерального округа определили пути активного сотрудничества. Надо сказать, что туристические агентства стран Ближнего Зарубежья очень интересуются субъектами СКФО, в том числе и Карачаева Черкесской республики, и хотят видеть эти экскурсионные направления у себя. Также 1 октября туристический потенциал Карачаева Черкесской республики мы представили на международной выставке «Опен Дагестан-2022», где тоже рассказали о красотах Карачаева Черкесской республики, показали ее, презентовали ее. Если говорить о предстоящем зимнем сезоне, какие ожидания, как министерство готовится к приему туристов в зимние месяцы? Обычно у нас зимний сезон открывается 1 декабря. Ждем, как всегда, очень большое количество людей, наплыв туристов. Курорты готовятся к приему туристов. Так, в ноябре нами будет проведена ежегодная подготовка туристического кластера к зимнему сезону с отработкой практических мероприятий. То есть это будут все задействованы, все заинтересованные ведомства, в том числе МЧС, МВД, Роспотребнадзор, администрации, муниципалитетов. Проведут мероприятия с отработкой действий, в том числе в нештатных ситуациях. В общем, готовимся к сезону. МЧС 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 МЧС